Вот судья пускает часы, D2, D4, ход этот можно было предположить, D7, D5, C2, C4, доски у нас нету, Глуховского надо позвать, да, C24, у нас тут опять маленькие сейчас пока технические неполадки, доску шахматную пока не удается вывести на экран дисплея, но это скоро, в ближайшее время устранится, а пока мы вам продиктуем коды E7, E6, Конь C3, то есть C7, C6, E3, Конь F6, ну в общем пока полное повторение предыдущих партий, вот интересно. Все то же самое, абсолютно, даже лень уже говорить, потому что то же самое я говорил уже два раза почти, ну почти то же самое, но скоро уклонение будет, в этом сомневаться не приходится, отклонение точнее. Вот нам пришел технический помощник, рады его вам представить, это Марк Глуховский. И мне кажется, Борис не сыграл в B3, сделал какой-то другой ход, Ферзь C2. Что? Борис уклонился вместо B3, сыграл в Ферзь C2. Да, вот мы когда комментировали с Сергеем Рублевским самую, ну вторую партию матча, первую партию матча, который Гельмф играл белыми, и на Ферзь C2 Рублевский мне сказал, я помню Сергей, что C5 основная тут игра. Да, так и Рублевский, и я, мы много партий сыграли черными, одну партию даже я играл белыми как раз с Рублевским. Это раньше был очень известный вариант, очень популярный, но в какой-то момент там все партии в нем начали заканчиваться в ничью, и в общем белые бросили его играть. Но в последнее время Евгений Томашевский там нашел какие-то пару идей за белых, выиграл партию, если не ошибаюсь, у китайского гроссмейстера Нихуа на турнире в Саратове. У китайского гроссмейстера с полурусской фамилией такой. Да, это, конечно, шутка. Так, а что пошел в Виши? C5 и пошел. C5 и пошел, соответственно. Ну, да, вход выглядит логично. C5. Dc Боря побил. А, Cd, пардон, извиняюсь. Cd Боря побил не без раздумий, по-моему. ED тоже. Теперь что он Е2. Ну, теперь основная линия конь С6, рокировка, слон Е6. Конь С6, рокировка, слон Е6. Что-то мне это напоминали, нет, а 6 делали, партия Рубенштейна вот старая, что-то мне это напоминает немножко, такая расстановка. А, она начинает с хода слон Е6, возможно, потому что вот тут, если начать с конь С6, то у белых еще есть дополнительная возможность конь Е5. Ага. Ну, да, с идеей, что после Cd получить лучшую структуру. В случае Cd, например, получить лучшую пешечную структуру после конь БЦ6, БЦ, ЕД. И пешка С6 слаба, вместе с ней поле С5, у белых определенный перевес. Так, ну, вот. Поэтому, наверное, Виши действительно и сыграл. Слон Е6, начался слон Е6. Конь Ж5, он, очевидно, не опасается. Потому что, наверное, пойдет конь С6, я так думаю, нападет на конь Ж5, если. И будет атаковать пешку D4. Слон Е6. Ну что, рокировка, наверное, белый сделает. Да, рокировка теперь игра сведется. Рокировка конь С6, да, и теперь ДС или ЛДД1? ЛДД1. Ну, давай пока покажем. Рокировка. Момень, конь С6. ЛДД1. ЛДД1, конь БЕ4. Ага, Саша тут тоже, я смотрю. Теперь Ферзь Б1 или Ферзь Д2? Ферзь Б1 и теперь основной ход Ферзь С8. Ферзь С8. Е4. И вот начинается, это была партия моя с Мемедьяровым, я черную ничью сделал. Но вот сейчас вот какие-то тут новые, может быть, есть идейки. Я когда-то считал, что это вроде почти к форсированной ничьей ведет. А на конь Б4 если Ферзь Д2? Да. Ферзь Д2, то играют черные конь Е4. Бьют, бьют. Конь Е5, да, по-моему? Ну, есть ход конь Е5, а есть ход А3. Какая-то зертва фигура, да? Ф3, Е4, Ф3, конь С6, Д5. Конь Е5, но тут вроде ничего нету. ДЕ взял, взял на Е6. Ну да, если брать на Д2 здесь, то промежутки белые возьмут на Ф7 с лишней пешкой. Поэтому черные должны брать здесь пешкой на Е6. И Ферзь уходит на С2, очевидно. Или Е2, ну С2, наверное. Трудно сказать даже куда, да? По-моему, на С2 уходит, но тут вроде тоже считается, что ничего нет. Ну, с виду, да, с виду черных тут. У белого все-таки подпорчено структурно на королевском фланге. И черный должен за счет этого, наверное, уравнять. Нет, тут на самом деле довольно форсированная игра. А вот Анант выбирать CD, это... Не знаю, может, это признание того, что действительно есть проблемы после конь Б4. Вот здесь, да? А вот такая позиция возникла, да? У нас. Вот такая позиция возникла. И видишь, Анант здесь сбил, как Саша предсказывал, сбил сразу CD. Конь Б4 не пошел. Ну, штаб чемпиона мира, видимо, я думаю, заранее, естественно, приготовил это продолжение. Ну, какая-то... Вот сегодня мы видим разнообразие. Вот и в этом варианте как раз мне удалось выиграть Блиц-партию Сергея Рублевского. Под конь Б4, конь Б4, ЕД. Белый мин... То есть, ну, позиция выглядит... Почти симметричная позиция. Ну, у белых, может быть, микро какое-то давление есть, и мне удалось выиграть. Такие позиции мы видели, ну, в смысле, с микродавлением в этом матче уже, да. И не раз. А ладьёй тут бить хуже на Д4, да, вот в этой позиции? Если бить конем и ладьёй, то ладья Ц8, очевидно, типа такого. Я помню, даже как слон Д6, слон Д6, слон Д6. Ну, да, получается, видимо, удачная редакция для чёрных изолированной пешки. Потому что слон на Ц1 пассивный у белых, он не успевает войти в игру активно. А чёрный слон Е5, Терзь Ц7, ладья Ц8, у них будет всё более чем прилично. Всё более чем хорошо. Ну, вообще, я хотел бы сказать, что вот такой небольшой экскурс... А ты мне скажи, да. Значит, ну, сейчас они пусть пока ходы быстро делают, подождём с этим. ЦД, так, чем Боря взял? Мы пока не видим. Вот пока не поступил. Взял конём, размен коней. Пока идёт как по близпартии Саша Грищенко. Может быть, соперники на ней ориентировались. Она есть в базах, да. Ну... Может быть, соперники и ориентировались именно на эту партию. Если я не путаю, дальше было слон Д6, слон Ж5, А6, слон Х4, Ж5, слон Ж3. Да. О, ладьёй. Ладьёй взял. Сейчас мы посмотрим. Слон Д6 или слон Ц5. Это, наверное, Виша не ожидал. Ну, может быть, не очень ожидал, скажем так. Вообще, ладьёй хотелось мне взять, потому что это как-то... Ну, после ЭД, кажется, позиция выхолощенная совсем. И вот выбор Гельфманда, что взять, и ладьёй говорит о том, что он всё-таки стремится к немного более сложным позициям. Потому что здесь позиция более АВД острая, чем после ЭД, скажем так. Ну да, но если чёрный КВД пройдут Д4 и ЕД, то она будет ещё менее острая. Ну, да, но тут провести это не так просто. Скорее... То есть можно, конечно. Не, она даже ожидала. Слон Ц5. Ну, более логичный. Более не то, что логичный, а естественный ход. Как бы напрашивающий, чем слон Д6. Хотя слон Д6 может быть не менее сильный, скажем так. Трудно сказать. Слон Ц5 вообще выглядит, что всё-таки чёрные выигрывают темп для развития пока. Ладья вынуждена отступить, наверное, на Д1. Вряд ли на А4 куда-нибудь. Что-то это выглядит совсем немножко не то. Ладья на Д1, так очевидно, белые отступят ладьёй. И что, и рокировка? Или ладья Ц8? Рокировка какой-нибудь Д5, наверное, да, возможен тот ход. Ладья Ц8, вот это я... Даже Ферд Ц7 как-то не хочется, наверное. Ладья Ц8. Мой прогноз будет вот здесь. Ну, пока Бори нету за доской, он не думает. Он отошёл. Думает Виша. Он... А вот пришёл Боря. Пойдёт наверняка на Д1. Хотя вдруг какая-нибудь бомба типа Ладья Ив4, что-то такое. Ну, это, конечно, выглядит очень вычурно, но... Такая бомба в японском стиле, то есть в Камикадзе. А не проходит ли конь бьёт Д5 случайно? Вот здесь? Слон бьёт Д4? Нет, нет, видимо, не проходит. А вот почему это мы не успели пока... Мы не успели с вами пока понять, почему. Видимо, конь не выходит оттуда. Конь бьёт Д5, имеется в виду слон бьёт Д4. Конь Ц7 в шах, король уйдёт куда-нибудь на Д7, может быть, даже. Ну, или на Ф8. Да нет, я вообще думаю, что хочу на Е6 побить. А, на Е6 хочу. Нет, на Ф8 уже, может быть. Можно... Не, наверное, всё нельзя на А8. А почему нельзя? Ну, друзья, конь А8, слон Е5 надо ходить, наверное. Ну, я не знаю, ну, в общем... Ну, не проходит, сегодня, потому что они не побили белые. Если бы проходил, то он бы прошёл. Ну, белый пошёл где-то 1, в общем, здесь. Виши пошёл как? Ферзь Е7. Ферзь Е7. Ну да, чёрные явно готовы к варианту. Ну, белые могут, конечно, Б3, слон Б2 попытаться расставиться, но тогда чёрных имеется конкретно игра Ладе Ц8, наверное. Не, ну, я думаю, что слон Ф3, то белые пойдут тут как бы... Да, Б3 не пойдут сначала. Ну, или Ферзь Е4 шаг ещё искать какой-то? Слон Д7. Ферзь Б3. Слон Е6. А-а-а. Ну, и назад. И назад. Тишина. Но другое дело, что... Другое дело, что здесь, наверное... Вот Б3 всё-таки слон... Нет, Слон А3 тоже ход, конечно, естественно. Ладе Д8. Тогда Б3, Д4 уже возможно. Что-то в этом роде. Действительно позиция может разрядиться. Потому что непонятно, как использовать. Так, вот Боря пошёл. Слон Ф3 пошёл, да? Судя по движению руки. Но мы в этом ещё на 100% не уверены. Так, на 95 примерно. Потому что мы видим только крупный план сейчас Гельфанга. Слон Ф3, да. Слон Ф3. Ну, что здесь? Ладе Д8 напрашивается. Ладе Д8? Ладе Д8 точно я могу... А, нет. А Ладе Д8 что проходит? Вот Комбит Д5 тогда, наверное, белыми... Чёрные, в смысле белые могут забрать. Ладе Д8 верно? Ну, наверное, опасно. Ну, во всяком случае... Ладе Д8 могу в коем случае уже точно шаг, да? Да, да. Нет, Ладе Д8 не смотрится, естественно. Ладе Д8, видимо. Потому что пешка висит. И отдавать её не хочется. А как её? Ну, Ладе Д8. Три нуля — это не ход. Ладе Д8, предположим, что будет сделан ход. И тогда что? Вот Б3, конечно, принципиально вот так хочется пойти. Гармонично развить фигуры. Но тут вопрос... А тут рокировку можно, наверное, сделать сначала из рокировки. И в случае слома Б2 пойти Д4. Вот та самая возможность, которую упоминал Саша Грищук. Коня 4. Вот. Вот здесь коня 4, поэтому, да. И проблемы. Д3 владеет... Д3 на 5 висит вообще. То есть... А что здесь? Слон А7 — это без пешки. И без особой компенсации. С небольшой компенсацией. Да. Поэтому, может быть, на Б3 может сразу пробовать Д4? Тогда тоже коня 4 надо считать. Может быть, всё-таки так попробовать? Хотя это немножко рискованно. А, 2-0. А, жертва пешки, да? Черные прекрасно готовы к партии. Жертва пешки. То есть, вот здесь Виши пошел в рокировку. Жертва пешки. Это напоминает там вариант тоже в славянской защите, но другой там немножко вариант, в которой тоже сыграно много партий уже. Черный жертва пешки. Черный жертва пешка вот за похожую компенсацию, что слон на Ц1 боковне игры, а у черных как-то открыты линии, которые они занимают ладьями. Ну, тут немножко не удел слон на Ц5, потому что в том варианте и слон на Ж7 ученых. Да, да, вот я вспоминаю этот вариант, я просто помню, что там вариант на Ж7, это система Шлектера, по-моему. Это был очень известный, может сказать, крупный австрийский, по-моему, гроссмейстер, который играл матч на первенство мира в свое время с Ласкером. Очень был такой шахматист высокого уровня. И с Ласкером он лидировал до последней партии. Ну, там противоречивые сведения, что ему надо было в два очка выиграть матч по условиям. В общем, непонятно. Последнюю партию он играл очень остро, имел прекрасную позицию, но сказался необычайно для таланта, хладнокровия и умения запутывать ситуацию. Ласкер, и Ласкер в итоге победил. И сравнял счет, победу в последней партии, и сохранил звание чемпиона мира. А Шлектер через несколько лет умер от голода в Берлине. Вот такая, можно сказать, трагическая судьба. Во время войны он умер, Первый мировой. В 2018-м, по-моему, году. И вот его минимум назван вариант, Ж6, и вот из этого варианта позиция как раз получалась похожая. Вот, на то, что мы имеем сейчас. Ну, более надо брать на Д5. Ну да, иначе черный уже ФД8. Ладья Ц8, и у черных прекрасный будет. Вот я как раз все-таки хочу небольшой экскурс совершить. Потому что обычно этот вариант получался при таком порядке ходов. Е3, А6. Конь Ф3. Ну или сначала Конь Ф3, Е3, потом Конь Ф3. Значит, то есть, не извиняюсь, я полную ерунду говорю. А6, ФС2. Это был как-то очень-очень популярный вариант. Тут играли в основном Б5, Б3, Слон, Ж4. Но потом у черных начали появляться в нем проблемы. И тогда черные нашли ход Е6 с идеей Конь Ф3, С5. Это, мне кажется, случилось в начале 2000-х годов. И по тем временам это казалось просто как откровение, что как бы черные потеряли темп, пошли А6. Потеряли темп, пошли сначала С6, потом пошли С5. То есть, вариант выглядел совершенно абсурдно. Вот каких-то там чуть больше 10 лет назад. Но на самом деле все оправдывается тем, что вот в этой позиции ФС2 крайне неудачно расположен. Он все время под все удары попадает. А6 ход полезный. И вот таким образом оправдывается потеря полутора, можно сказать, темпов.